Здравствуйте! Это программа «Наше время» в студии Елен Макаренко. Здоровье 12-летних подростков края планируют проверить в ближайшее время. Специалисты Центра медицинской профилактики намерены выехать во все районы и города региона. Почему врачи выбрали для обследования школьников именно этого возраста и на что доктора обратят особое внимание? Узнаем у Татьяны Репкиной, главного врача Краевого центра медицинской профилактики. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Скажите, почему именно 12-летних подростков решили обследовать специалисты вашего центра? Здравствуйте! 1 февраля 2018 года стартует пилотный проект, инициатором которого является депутат Государственной Думы, доктор медицинских наук, профессор Валерий Анатольевич Елыкомов. И этот проект направлен на раннее выявление кардиоваскулярного риска у детей и подростков. То есть, иными словами, заболевание сердца. Конечно, да. Это раннее выявление сердечно-сосудистых рисков высоких у деток. И это не случайно. С 90-х годов прошлого века отмечается отчетливая тенденция к увеличению сердечно-сосудистой патологии у детей и подростков. И это не случайно. Изменился образ жизни, изменилось питание детей. И, конечно, это сказывается не самым лучшим образом на состоянии здоровья детей. Имеется отчетливая тенденция к увеличению сердечно-сосудистой патологии у детей. А можете привести какой-то пример, статистику для сравнения? Я думаю, что вы со мной согласитесь о том, что инфаркты и инсульты все-таки были у дел более старшего поколения. 50 плюс и так далее. На сегодняшний день мы регистрируем достаточно ранние такие случаи. Это может быть 18 лет и 20 лет. И, конечно, раннее внимание к факторам риска, ранняя их коррекция позволит сохранить жизнь и сохранить здоровье нашим детям. Немаловажно и тот факт, что наверняка такие печальные случаи известны, когда детки на физкультуре происходят трагические случаи или во время каких-то интенсивных занятий. И впоследствии определяется о том, что у этого ребенка и отягощена наследственность была, и обнаружены какие-то сердечно-сосудистые патологии, которые были не выявлены. Татьяна, а почему все-таки 12-летние? 12-летние детки. Данная программа направлена как раз на 12-летних детей, так как они по ряду причин нормативных не подпадают ни под профилактические осмотры, ни под диспансеризацию. Поэтому это еще пубертатный возраст, когда дети из состояния детства становятся подростками, переход к взрослому состоянию. И, конечно, эти проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, они могут себя проявить. И вовремя их определив, идентифицировав, мы сможем как медики принять эффективные профилактические в некоторых случаях лечебные меры. Вот скажите, 12-летние подростки, в крае их, насколько я знаю, 23 тысячи. Неужели вот каждого ребенка осмотрите, обследуете? В данную программу вошли 72 муниципалитета и более 23 деток проживает, 23 тысячи деток проживает на территории Алтайского края. И, конечно, в наши планы входит охватить максимальное количество детей. Чем больше мы детей посмотрим, чем больше детки войдут в этот скрининг, тем больше мы сможем этих групп рисков выявить и оказать им помощь. Что в себя включает обследование? Какие конкретно процедуры? В данное обследование в программу «Здоровое сердце ребенка» включает расширенный алгоритм Центра здоровья. Это измерение роста веса у деток, объема талии, измерение артериального давления. Каждый десятый ребенок имеет повышенный уровень артериального давления. Уровень холестерина, уровень сахара крови измеряется у деток. Проводится спирография, проводится биоимпедансметрия. Это та методика, которая позволяет нам оценить состав тела ребенка. Это мышц, количество мышц воды и жировой ткани. Чем больше мышц, тем меньше сердечно-сосудистый риск. Знаю, что специалисты вашего центра уже побывали в Ребрихинском районе. Вот скажите, какие-то выводы предварительные хотя бы уже сегодня можно озвучить? По предварительным данным, конечно, обследование я вот несколько недоговорила о том, что не только это лабораторно-диагностическое обследование, которое завершается консультацией врача-педиатра, и каждому ребенку даются индивидуальные рекомендации по коррекции факторов риска. И в тех случаях, когда присутствует родитель, то мы проговариваем, конечно, то, что мы обнаружили, и рекомендации озвучиваем родителям. Помимо лабораторно-диагностического обследования, также входит и образовательный блок, который направлен на обучение детей здоровому образу жизни. Это наша регулярная практика, постоянная. И выезжая в коллективы, мы проводим уроки здоровья, направленные на здоровое питание, на обучение здоровому питанию, двигательной активности и профилактике времени привычек. То есть больше такая профилактическая будет задача в дальнейшем. Конечно, да. На сегодняшний день ведь уровень здравоохранения очень высокий, и пройти обследование можно в поликлинике. Для чего приезжать нам? Согласитесь? Ну и все-таки, возвращаясь к выводам, по итогам работы в Ребрихинском районе, что-то можно конкретное сказать? Можно сказать о том, что мы выявили порядка 21 ребенка, который нуждается в обследовании. И теперь в более углубленном. Нами разработана маршрутизация данных пациентов. В течение двух дней эти данные будут переданы в Краевую детскую клиническую больницу, куда эти детки будут приглашены на дообследование к врачу-кардиологу. Вот в течение какого времени вы планируете охватить 72 района, да? Я правильно поняла? Муниципалитеты, 72 муниципалитета. Конечно, мы рассчитываем в течение 2018 года этот проект завершить и подвести предварительные итоги. Но мы с вами понимаем о том, что детки все-таки у нас учебный год, он короткий, потом каникулы. И ряд организационных вопросов данный проект может реализовывать, эффективно только при плодотворном сотрудничестве с Комитетом по образованию, конечно, с нашими коллегами-докторами, да, здравоохранением, с муниципалитетами, потому что в Ребрихинском районе было сработано очень хорошо, было высокие уровни организации, осуществлялся подвоз детей из труднодоступных и отдаленных районов, детки снимались с уроков, понимаете, это же учебный процесс, учебный год. Поэтому вот отработанная схема, чтобы не нарушить и учебного процесса, и с пользой для здоровья детей, конечно, мы должны совместно это отработать. Поэтому ряд факторов, конечно, которые могут повлиять, но со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это было эффективно, полезно и впоследствии, конечно, с пользой для здоровья наших детей. Спасибо за ваши ответы, а я напомню, что сегодня с гостем нашей программы, главным врачом Краевого центра медицинской профилактики Татьяной Репкиной, мы обсудили реализацию проекта «Здоровое сердце ребенка». До свидания.